СПИКЕР МАЖИЛИСА НУРЛАН НИГМАТУЛЛИН ВОЗМУТИЛСЯ БОЛЬШИМИ Налоговыми задолженностями у физлиц по несуществующим налогам. Он обратился к представителям Комитета Газдоходов за разъяснениями. У меня на руках информация КГД. По стране сегодня физлицам начислены налоговые задолженности на сумму порядка 800 миллионов тенге по следующим видам налогов. К корпоративному, по доходному, налогу на добавленную стоимость, соцналогу. То есть по налогам, которые априори не могут возникать у физических лиц, потому что такие налоги платят только юридические лица. И сумма этой налоговой задолженности за этими физлицами числится 15 лет. И на нее ежегодно накручиваются пени, сказал Нурлан Нигматулин в Мажелесе. По его словам, данные физлицы не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Вот так вы и накручиваете эти пени. 7 миллиардов тенге по стране. Таких примеров очень много. Это стало уже системой. Такого нельзя допускать. Таких видов налога нет для физлиц. А вы их начислили. 15 лет крутите. Возмутился спикер. Вице-министр финансов Канад Баидилов пояснил, что до 2002 года налоговый учет в регионах ввелся в локальной информационной системе. Однако когда всю систему интегрировали и подняли на республиканский уровень, при миграции базы данных оказалось, что у нескольких тысяч физлиц начислены долги по налогам для бизнеса. Складывается впечатление, что налоговая амнистия нужна не только налогоплательщикам. Она нужна и самим работникам комитета газдоходов, чтобы исправлять свои недоработки. Мы видим, что у физлиц образуются огромные задолженности. Это вина прежде всего самих налогоплательщиков. Никто с них не снимает ответственность. Но зачастую это происходит из-за некачественного налогового администрирования, бессистемного и просто халатного отношения к работе самих налоговых органов, полагает Нурлан Нигматуллин. На этом у нас все. Кому понравилось ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтоб не пропустить новое видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok